Дарк Солс 2 Дарк Солс 2 А, ты же у нас пиромант, точно Ну, в общем, вот такие дела Кто-то даже он туда смог запрыгнуть Что за люди Так, хорошо Не знаю, может, с ней еще стоило поговорить Напишите в комментариях, может, она что-нибудь еще даст Хотя мы вроде все с нее получили, что хотели Ваша преданность ковенанту усилилась И вы получили ранг Хорошо Кольцо кровавого укуса Я знаю Так, хорошо, что за колечко У меня, в принципе, вот это вот Нет Какое из колец-то? Это на что делать? Я уж не помню Замедляет поломку снаряжения Да, это крутая штука Но кольцо кровавого укуса Так, одно из колец укуса Прославившихся своим необычным видом Увеличивает сопротивляемость к кровотечению Похожий Я чего-то тревожный вид Так, на то, что Они имеют один источник Но не знаю В принципе Пока не нужно Если где-то будут делать в мне очень много кровотечения Очень больно То колечко у нас на этот случай есть Так, мне, кстати говоря, нужно поставить Насколько я знаю Колечко увеличивающее шанс дропа вещей Только я не помню Как она называется Что-то змеиное Это, по-моему Нет, это не то Защиты жизни Серебряные кошки Что-то не помню Какое кольцо увеличивает шанс дропа разных вещей Увеличивает физическую атаку Равновесие противника Так, усилит ответный выпад Кольцо защиты жизни По-моему, вот это вот Да, это точно то кольцо Точно то кольцо Хорошо, нормально Так, ну и что Пойдем в Iron Keep Я думаю, это будет довольно серьезное испытание Но я люблю серьезные испытания Я по ним, надо сказать Очень сильно соскучился Хорошо, как обычно Перед началом серии Маленько подготовились У нас Все серии, я заметил Начинаются Либо Короче, два варианта Либо мы умираем На первом же противнике После этого всех выносим Либо мы полчаса готовимся Потом идем И медленно-медленно Проходим все С первого раза Пока что В общем вот так Там есть какая-то штучка Но взять ее не могу Потому что тут лава Видимо, мне нужно Как в первой части Получить кольцо Хождение по огню Как оно там называлось Я не помню Но было такое колечко Кстати, сколько у меня стрел? 327 Нормально Просто если враги тут сильные То, скорее всего Придется их приманивать По одному Красиво, да? Такое покосившееся все Здрасте Вы кто? Засаду нет Опа-па А вот и кровотечение Не могу сказать Что смертельно опасны Но очень быстры И противны По одному будет попроще Но вдвоем Да Вы сделаете мне вот это А черт Да твою мать Ты уже достал просто Хватит осторожничать Надо быстрее убивать Иначе они нас сейчас Размотают К чертовой матери Так, сейчас я приду в себя У меня все-таки кровь течет Да ты посмотри на него Реально резкий парень Так, сбили тебе удар Иначе мы бы сейчас были мертвы Ну, что я хочу сказать Нет, даже, наверное, вот так вот Мы очень не зря сейчас с вами получили Это колечко Так, шанс дропа Клинков Клоренти Серебряной кошки Мне сейчас не то, что понадобится Я не собираюсь никуда падать Честно говоря Но посмотрим Враги местные Я уже могу сказать Что в количестве Больше чем один Могут доставить Серьезную боль Преимущественно В заднем проходе Но при этом Жить можно Так, пятно крови Все как всегда Кастельвания Так, ты тут один Наверняка Либо слева Либо справа Либо и слева И справа Еще парочка товарищей Меня ждет Поэтому сейчас Ты пойдешь сам ко мне Надо будет Подойдешь Так Меткость Оуа 9000 Я немножко прокачал Лук Он теперь сносит Довольно-таки Неплохие цифры Спокойно А черт Бэкстеп нет Да господи Какие же вы душные Ребята Даже по одному Реально У меня защита Против кровотечения Не очень Насколько я помню На этом щите Поэтому Так, да 26,8 На этом он 40 Но он очень тяжелый На этом 40 Но защита Против физического урона Не очень Не знаю Я думаю Мы справимся Не все же Коту Масленица Верно? Так Вон Вижу За столбом Еще один стоит Вроде как Один Парень Здрасте С тобой будет Очень сложно На воротах Драться Без щита Потому что Удар у тебя Реально выносит Ну Прощай Неприятные Такие Парни Что это там Такое Я туда не пройду Пока Да нет Вроде Прохожу Давайте посмотрим Что у нас здесь Бонфайр Пока поблизости Так что Можно особо Не волноваться Там он Еще один Стоит Уже не стоит Уже увидел Зоркиша Пипец Понял Навстречку Не всегда Хорошо Идти Да И тут Они меня Тоже Обгоняют У них Скорость Замаха Быстрее Чего У меня Крайне Неприятные Твари Ладно Но мы По-прежнему Пока что Пешим ходом Двигаемся Куда-то Сюда Торговец Спереди Отлично Но ты Явно На торговца Не похож А эти Самурайские Мечи У них Так Спокойно Парень Твое Кровотечение Еще никому Лучше Не делало Странные Какие-то Рыцари С самурайскими Мечами Но при этом Средневековых Доспехах Европейских Какой-то Кишмиш Получается Я не могу Сказать Что я их Прокажу Беспроблемно Они Мне Постоянно Отнимают Хоть по Сколько-то Жизней То есть Постоянно Идут Какие-то Проблемы Бона Мать Нифига Себе Офигеть Просто Кое-что Напоминает Да На эту штуку Наверное Как-то Спрыгнуть Можно Или что-то В этом Духе Неважно Прочитать Сообщение Смотри Внимательно Честное Слово Ничего Не вижу Вон там Правда Что-то Висит Прикольная Похода Ладно Мадам Простите Я Отвлекся А ты Не Мадам Ну ладно Так Зажечь Фимия Надо ли мне Это Нет Мне это не надо Купить предмет Что у тебя есть У тебя есть Прикольная Броня Ну совершенно Бессмысленно Но прикольная Далее У тебя есть Шипастый Шлем Бандита Насколько я знаю Довольно Неплохая Вот эта Одежда Она выглядит Чрезвычайно Глупо У тебя есть Кольцо Проклятого Укуса Увеличивает Сопротивляемость Проклятием Полезная Вещь Надо будет Купить Прямо Сейчас Так Что-нибудь Скажешь Так Понятно Я понял Это прям Как Памятник Дворец Монтипайтона Который Строили 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 Он все время Расползался Расползался Строили Монтипай Проклятой Проклятого Проклятого Скажите Это Дело Это Почему? Проклятого Чтроили по-моему я там был уважаемый и нибудь об этом говорит конечно все понятно так хорошо давайте мы тебя пока оставим нам нужно еще 2000 душ вас полом как раз что-то там не особо такое было большое типа увядающей души 4 штуки используем и посмотрим сколько-то нам даст полу меньше но это вообще позор пазр просто так на короче говоря тупо вот этом хоть и просто сделать и все ладно хорошо эти душ надо будет убрать я брал все души чтобы поменять их на что-нибудь у кузнеца но в итоге не нашел ничего хорошего в отличие от первой части оружие боссов который с душ боссов здесь куются реально какой-то мусор но по моим впечатлениям хотя и конечно можно усиливать в результате получится что-то очень даже смысле на так у тебя можно купить среди прочего ржавую монету здравствуй так но ничего вот это реально прикольная штука так надо запомнить что они здесь продаются у него и всего два в наличии но это нам пригодится принц пока что мне никого не надо к менять у меня есть эти ветви хорошо колечко в принципе пусть будет но прям сейчас я надевать не буду вот он такой вот у нас ладно пойдем смотреть что еще тут есть довольно полезно товарищ что сидит я бы сказал посмотрим что наверху об отличиться при любой удобной возможности тайная тропа окей секундочку отлично все лучше и лучше просто вода надеюсь ничего опасного кажись так это стена явно не тайная это тоже ну ладно посмотрим мы не сможем эту стену сломать этой хренью очевидно нет чеша на тут делает тогда огненная стрела ну по-хорошему так больше тайных дверей вроде как нет ладно пойдем отсюда неплохой такой блин с тобой что делать меня очень интересует эта штука огнедышащий бык так хорошо там лежит крутая вещь переключатель требуется впереди короче спокойствие окей тут ты пошел такой пошел пошел попытался взять и сгорел отлично может может тут ну ладно я думаю мы найдем решение этой проблемы пока что у нас в принципе хватает мест куда можно пойти так что все нормально вау 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 вот это я забежал ну было легче чем я думал здрасте о какой у тебя лук а пипец просто я тоже хочу такой на самом деле нет не хочу я уже мог по-моему такой получить с помощью души драконоборца или чего-то в этом роде так чё я бегаю короче говоря помните в первой части был лук который был размером с игрока мы его ставили на пол упирали в пол и запускали огромные стрелы вот это был именно такой лук я так понимаю при моем гилде это будет не очень круто недовольно медленно и стрелы хрен найдешь много отнажал черт подожди секунду а то есть мы пришли а вот она что только с этой стороны открывалась я понял хорошо больше ничего нет сдавайся не зато не дохрена ли тут всякого вообще всякого разного здрасте чё у вас тут имеется выманивание и тогда здесь выманивание его вот этот товарищ сейчас будет очень плохо выманиваться похоже я чувствую а вот хорошо я же говорю фигасе у вас разноса там вот эти стрелы огромные они просто а черт твою мать я думал промахнется так хорошо давайте мы сначала выманем этого пацанчика и сделаем с ним то что он планирует сделать с нами да что с тобой мать твою за ногу отнюдь нет нет так так что ж ты неудобно это какое ладно терпимо как видите после того как мы надели это кольцо драться с ними стало заметно проще так хорошо у нас здесь огромная доменная печь у нас здесь босс судя по всему я не знаю куда идти но видим куда туда вперед сначала нам нужно убить от этого гада иначе он нам просто не будет давать спуску что прикольно теперь мы с луком можем перемещаться поэтому это будет просто world of tanks как это но бить мы будем долго но качественно вау пипец выносит просто спокойно шарах бабах прощай так ладно что мы тут имеем вниз падать нельзя туда можно скорее всего перепрыгнуть но скорее всего это по ошибкой на самом деле нужно как то с той стороны просто пройти так еще у нас там вон какой-то товарищ есть я не пойму с луком ли он или мне кажется давайте мы попробуем выманить на нас по моему этот парень не с луком ну как то так да отнюдь товарищ я не согласен блин его хрен закружишь вообще но чувак у меня против твоей катаны очень неплохая защита блин как же я хочу взять блестяшки сейчас сверху еще попадает кто-нибудь это место вот прям оно именно из дарксона по-другому не скажешь ну прям показывает что все будет очень плохо так вот ты бежал такой бежал и увернулся как бог просто а ты а ты такой похоже получил от кого-то вау там же у нас я не понял так это товарищ с луком что ли ну тут наверху походу с луком а этот нижний нижний с луком а чёрт всё равно задевает так хорошо сейчас у нас будет перестрелочка только надо пристреляться к нему на таком расстоянии я ещё по-моему не стрелял ни разу подлинненько подлинненько локация вся такая просто вызывающая боль одним своим видом не долетает да так у ворот не прошёл опять не прошёл так вот отсюда как-то мы сможем укрыться от него хорошо позиционная война просто отстой так ладно это по-моему сейчас будет билет в один конец но я должен попробовать найти какое-то укрытие потому что ну реально так так жить нельзя хорошо я под ними здесь здесь товарищ надо мной и вот этого товарища вау пипец посмотри просто земля трясётся так хорошо давайте попробуем выманить вот этого вот чёрт нет 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 о господи не та кнопка ух было опасно так вот ты скажем а искусственный интеллект такой да нет говорит я не знаю первый раз на этой локации поэтому я буду осторожничать потому что иначе мы очень быстро умрём и придётся бежать по новой у нас уже 4 фляги и это будет довольно больно потому что мы шли всего метров наверное на 100 от бонфаера так хорошо с тобой допустим порешили минус 1 неожиданность но вы знаете что здесь по крайней мере первые 5 забегов пока противники на уровне присутствуют можно фармить души так ну конечно же я не могу подняться по лестнице мне нужно сначала спуститься а потом подняться так окей есть ощущение что ко мне сейчас что-то придёт нет душа отлично неплохо блин сколько у вас тут вообще вот и вот мне сейчас нужен по-моему нет поэтому пока пойдём от тебя подальше от греха ты ко мне всё равно прийти не сможешь я думаю так здесь мы были здесь мы не были а чё это было такое вообще монастырский талисман нет времени смотреть что это такое так это у нас конечно же не мимик вроде как нет это было бы просто полная леска вот если бы тут ещё и мимик был кольцо жизни отлично мерцающий татонит вообще замечательно так теперь речь теперь речь нам нужно как-то спуститься вон туда вниз это единственная дорога учитывая что сверху у нас вот такой вот товарищ отсюда можно было попробовать перепрыгнуть и умереть но я не буду этого делать может помочь захват наверху да может чуть-чуть да блин сейчас упаду просто короче проще сделать вот так хрена себе это что ещё за приколы неприятный гад но пойдёт так я так понимаю в этой серии мы до босса не доберёмся потому что здесь всё очень просто плохо так вот я спустился туда где я был сейчас я спускаюсь по лестнице и сзади подбегает товарищ который хочет печенек по-любому а вот и ты да ну давай чё встретили начинаю вспоминать свою тактику встречного удара она тут конечно не сильно поможет потому что они быстрее меня в три раза оп ладно безопасная от кого безопасная ты об чём вот парень такой стоял стоял тут стоял и погиб окей хорошо что делает этот рычаг понял я думал тут что-то откроется так осторожно огонь да пипец вы что гоните что ли туда я явно не пойду офигеть не самое приятное место я бы сказал так хорошо слушай а с этой штуки мы можем спрыгнуть влево туда да можем можем нам тут ничего не прилетит больше ау прилетела я даже не понял откуда совершенно не вижу ну встал тоже конечно на этом прям на самом видном месте кто-нибудь понимает где он вообще ну где-то там за углом я сейчас по моему очень глупо поступлю но я попробую сделать рывок я понял вот и ты так хорошо еще кто-то тут есть знаки призыва если мы тут спрыгиваем то назад пути нет так вот думай куда же идти спокойно теперь нужно маленько восстановиться и молодец ты очень умен хорошо так там у нас какой-то сундучок или идти к боссу с четырьмя эстусами или как или что серию на самом деле пора бы уже заканчивать по времени поэтому я бы предпочел сходить к боссу я думаю в первый раз мы этого босса не победим потому что вся локация указывает на то что босс будет как минимум чрезвычайно сложный тем более у него уязвимость с магией а магии у нас нет ну с богом призывать мы никого не будем понятное дело ээм здрасте а у тебя урон огнем не особо хорошо будет на тебе работать, да? о-о-о-о не могу сказать, что мы очень много у него отнимаем но не могу сказать, что он нас очень сильно трепает своими этими ударчиками. Так, ну, допустим. Вау! Охренеть. Так, ну, бить мы его будем долго. А теперь-то, мать твою, что происходит. Пламярожок. Так, надо было брать другой меч. Этим мечом мы его ковырять будем. Я горю об него. Просто горю. Ах, даже так, да? Так, блин, ты потушишься, может, как-нибудь? Потому что меня это все очень не радует. Я сам от него загораюсь просто. А так пока же ничего особо сложного. Ну, нет, нет, это сложный босс. Сейчас это будет еще огненный урон мне. А, черт. Ого-го-го-го-го-го-го. Так, я понял. Во-первых, надо взять нормальный меч. Во-вторых, что-то защищающее от огня. Потому что огонь просто страшный. Так, ну ладно, давайте на этом заканчивать. Я думаю, в следующей серии мы пойдем с вами к этому боссу, познакомимся с ним. В принципе, мы сделали тут на этом уровне уже достаточно. Вон, мостик опустили. Я так понял, что там слева еще на дом не будет какой-то вентиль. Что это там такое за колесо было? Который поможет убавить этот огонь. Вполне возможно, это даже нам облегчит босса. Но как бы там ни было со всем этим, мы будем разбираться в следующей серии. Пока что я вижу, что это самая сложная, самая страшная локация. Потому что, ну, лава, реально раздражитель такой. Очень сложные враги, очень быстрые и очень много всего происходит. И это реально прикольно. Увидимся в следующей серии. Будем пытаться что-то сделать с боссом. Я, в принципе, не вижу в нем какой-то особой такой сложности. Просто нужно под него настроить персонажа. И, в принципе, я думаю, мы справимся. На этом все. С вами был Артур. Увидимся. Всего хорошего. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»